Здравствуйте! В этом году в дни работы 57-го Международного музыкального фестиваля «Мир, эпоха и имена» состоялось открытие второй части выставочного проекта «Символы эпохи. Люди, изменившие мир». Сегодня наш разговор о значении этого проекта и его влиянии на развитие Ульяновской области. У нас в студии Анна Борисовна Баранникова, ученый-секретарь Ленинского мемориала. — Здравствуйте! Анна Борисовна, выставочный проект «Символы эпохи. Люди, изменившие мир» работает в стенах Ленинского мемориала уже второй год. С перерывами какими-то, да? А как возникла идея его создания? — Идея создания этого выставочного проекта возникла давно уже у работников Ленинского мемориала. Была такая идея объединить на одной площадке великих политических лидеров, на которых оказал большое влияние Владимир Ильич Ульянов-Ленин «Наш земляк», учитывая тематику, специфику нашего музея. В прошлом году в преддверии фестиваля возникла такая идея провести этот большой выставочный проект совместно с фестивалем. То есть фестиваль объединил бы сразу нескольких событий и стал таким событием, которое было бы не только музыкальным, а действительно таким поистине большим культурным событием для региона. И объединил бы и выставочные проекты, и экскурсии, интересные встречи, образовательные проекты. И в прошлом году мы приступили к реализации этого проекта. Изначально он назывался «Люди, изменившие мир» без символов эпохи. Да, его название было «Люди, изменившие мир». И героями этого проекта стали выдающиеся политические лидеры, которые в прошлом году в связи с их деятельностью отмечались какие-либо знаковые даты. 200 лет Карлу Марксу, 125 лет Маутсдуну и так далее. Поэтому были выбраны четыре героя. Карл Маркс, Маутсдун, Хо Ши Мин и Махатма Ганди. В этом году проект немного изменился. Он был назван уже иначе. Когда он предстает только в одном свете, мне кажется, это не совсем интересно зрителю. То есть как какую-то новую карточку как будто достали с полки и показали. Он должен иметь свое развитие. Поэтому в этом году он уже назывался «Люди, изменившие мир», символы эпохи. И героями его стали те люди, которые были именно символами изменений. Изменений в своих государствах, знаковых изменений. То есть плохие они или хорошие, мы позволяем размышлять на выставке об этом. Поскольку ни одна из фигур не является такой однозначно позитивной, воспринимаемой позитивным в настоящее время. Но тем не менее мы можем сказать, что это действительно символы своих государств. Че Гевара — это символ революции во всем мире. Фидель Кастро — символ свободы Кубы. Нельсон Мандела — символ борьбы за равенство против апартеида. Мустафа Кемаля Татюрк — это символ современной светской Турции, который создал практически новое государство. Даже турки говорят «новую нацию». Поэтому вот... Так что они действительно достойны этого проекта. Да, достойны внимания, конечно. Ну, насколько уникален этот проект? Это именно чисто ульяновский или есть что-то аналог какой-то в Российской Федерации? Ну, насколько мы проводили исследования, но все равно мы смотрим, где можно какой-то опыт изучаем. Такого проекта мы не встречали, когда на одной площадке объединяются сразу такие большие политические лидеры, такие крупные фигуры. Но, что еще более значимо, большие партнеры международные, поскольку выставку мы делаем, каждый эпизод делается в сотрудничестве с международным партнером. Поэтому таких выставок, аналогов им нет. Тем более, что 9 героев представлено уже сейчас. Мы не встречали такого проекта. Вы уже сказали, что вам помогали ваши партнеры. И вот как складывались с ними отношения? Как вы их находили? Партнеров мы находили, естественно, это поиск изначально обращения в посольство той страны, которую... Иногда у нас, конечно, были партнеры, с которыми у нас очень давние связи. Это музей Хо Ши Мина в Ханое. То есть мы работаем очень давно в Вьетнамске. Музей нам помогает оказывать содействие. Мы даже помогали им какие-то фотографии восстанавливать. То есть у нас действительно налажено такое сотрудничество. Поэтому с Хо Ши Мином мы через посольство обратились одновременно и в музей, и в посольство, когда делали выставку, посвященную ему. И работали уже совместно. С Мао Дзи Дуном примерно похожая история, поскольку в 2017 году у нас было заключено большое соглашение о сотрудничестве. И мы уже обратились к ним как к партнеру. Карла Маркса тоже это обращение было в посольство. Они помогли нам установить партнерские связи с Домом-музеем Карла Маркса в городе Триле, в Германии. И мы получили экспонаты, каталоги, изданные к юбилею именно из этого музея. Выставку, связанную с Махатмой Ганди, она сформировалась немножко иначе. Поскольку, когда мы обратились в посольство Индии, они связали нас с культурным центром имени Дживахарлала Неру. У них была выставка, посвященная Махатме Ганди, очень много материалов. И мы до работав представили небольшие информационные материалы, которые были действительно сделаны нашими научными сотрудниками. И фотовыставку, посвященную Махатме Ганди, известного фотохудожника Игоря Пшеницына, была представлена в прошлом году. А в этом году мы, пометуя опыт прошлого года, начали работать очень заранее. То есть выставка планировалась у нас еще в мае, уже было известно, кто станет героем этой выставки. У нас была уже разработана концепция подробная. И мы обратились, ну изначально по тому же пути пошли, обратились в посольство. Что интересно еще, что с выставкой, например, посла Кубы, который приезжал на открытие, познакомил сам личный губернатор Сергей Иванович Морозов. Во время своего визита в Москву и встречи с господином Порталем, он представил именно наш выставочный проект. И он стал одним из пунктов переговоров. Думаю, что это тоже очень интересно. И сам посол, очень интересный человек, приезжал, он говорит свободно по-русски. Да, он говорит свободно по-русски, свободно общается. Потом он такой человек очень открытый, общался очень много с детьми. Очень понравилось всем участникам открытий этого года, что мы привлекли новую аудиторию. Мы много работали в этом году с детьми. Это члены клубов интернациональной дружбы. Те, кому действительно интересны другие страны, они очень заинтересованы. Например, в открытии выставки по Кубе, несмотря на то, что это была суббота и день, пустили около 300 человек. Да, много было молодежи. И они действительно свои вопросы задавали. Мне вот это понравилось, то, что им интересно. Да, мы это заранее проговорили и с послом ЮАР. Там у нас был не посол, а господин полномочный министр Хенри Вильям Шорт, что будут задаваться вопросы, Генри Вильям и Шорту задавались вопросы на английском языке, поскольку он русским владеет в меньшей степени, а послу Кубы уже на русском языке, поскольку там переводили только для Атташе по культуре в кубинской делегации. Ну, огромная экспозиция, она занимает достаточно большое пространство в Ленинском мемориале. Ну, вот, чтобы вы отметили, какие экспонаты, может, несколько экспонатов наиболее интересны в той экспозиции, которая сейчас работает? Которая сейчас работает. Ну, в каждом эпизоде, во-первых, они работают все как отдельные выставки. И если это эпизоды, связанные с Кубой, Фидель Кастро, то здесь есть очень интересная работа из наших фондов, интересная картина Фиделя Кастро, и очень много работ было представлено Кубой. То есть мы видим целые, то есть там около шести живописных полотен и примерно 15 графических работ, посвященных Фиделю Кастро и Эрнеста Чагивари, кубинского художника, ее с вами Мартина Сапереса. До этого эти работы выставлялись в Государственной Думе в Смольном. То есть мы принимаем их после таких больших достаточных учреждений. В музеи они, получается, попали впервые с работы. Они достаточно интересные, они графичные. Очень большое внимание, я думаю, заслуживает работа Ленинского мемориала, который тоже появился повод показать наши фонды. Это и изображение Фиделя Кастро, и портрет Эрнеста Чагивара в таком джунглях в Берете. Ну, очень интересный. Также работали с частными коллекционерами, готовя эти выставки. То есть это и представлены бонны, и монеты, на которых изображены Фидель Кастро, Эрнеста Чагивара. И очень много представлено на языке носителей, то есть на испанском языке книг о Фиделе Кастро, об Эрнесте Чагивара, в том числе о поздних годах Фиделе Кастро. И у нас есть очень интересный альбом Альберта Корде, который сделал знаменитый снимок Чагивара, который стал символом во всем мире. Ну, как я помню, приходили люди, которые знали Фиделя Кастро, которые общались с ним. Ну, и кое-кто даже передал, я знаю, какие-то фотографии, да, которые были сделаны тогда. Да, подполковник Куневский, она уже подполковник Куневский. Он передал очень интересные фотографии, которые связаны именно с событиями на Кубе. Ну, скрывалось, что наши солдаты были в то время на Кубе. Но он был с фотоаппаратом, и у него остались очень интересные фотографии, где Рауль Кастро приходит к ним во время обеденного перерыва, где они стоят и курят вместе с Фиделем Кастро. То есть, да, это очень интересные фотографии. И мы проводили отдельные встречи уже на этой выставке. Они стали таким площадкой для дальнейшего разговора об истории нашей области в Кубе, казалось бы. Да, но это очень интересно, с большим интересом узнавали что-то новое, что даже не знали в процессе подготовки выставки. Уже она была практически готова. Мы могли бы ввести этот компонент, но узнали уже позже, она уже была готова. Но во время работы появляются вот такие интересные новые эпизоды. Узнали о том, что Сергей Сергеевич Панчин, оказывается, тоже был на Кубе. С Фиделем Кастро, в общем, очень интересно. Мы знали, да, это мы... А, знали, да? Да, да, мы знали, конечно, мы пригласили его именно поэтому, поскольку знали, что он в свое время, будучи комсомольцем, был именно на Кубе и встречался с лидерами. Ну, а сейчас вы вот такие вот принимаете там экспонаты, которые, например, у граждан есть, да, у наших ульяновцев, да? Может, кто-то еще был на Кубе и готов передать вам... Конечно, мы ведем поисковую работу, собирательскую работу, формирование наших фондов, расширение фондов. Фонды Ленинского мемориала сейчас насчитывают, основной фонд, я имею в виду, около 98 тысяч музейных предметов. Все-таки музей, конечно, это предмет, предмет, прежде всего, подлинный. Мы очень в этом заинтересованы, поскольку, ну, все равно информации, в наш век информации кажется, что информации очень много. Зайди в интернет, и ты все узнаешь. Ну, это абсолютно обманчивое впечатление. То есть иногда, действительно, есть какие-то забытые вещи, очень интересные, эпизоды интересные, связанные с выдающимися личностями. Это действительно так. Например, готовим выставку о Мустафе Кемале Ататюрке. На этой выставке представлены фотографии из музея Кемале Ататюрка в Стамбуле. Мы работали с директором музея, и она представила 49 фотографий, ну, в электронном виде. Это подлинные фотографии из личного архива Кемале Ататюрка. Эта фотография, мы попросили фотографии, связанные именно с семьей, то есть с теми детьми, которых он воспитывал. И узнали вот такую очень интересную во время подготовки деталь, что, оказывается, наш соотечественник, наш земляк, Юсуф Акчура, он был помощником Мустафы Кемале Ататюрка, был его политическим советником. Потом уже возглавлял историческое общество Турции. То есть на открытие мы пригласили автора книг как раз о Юсуфе Акчуре, исследователя Вильданову Розу Камильевну, и она рассказала как раз о нашем земляке, поскольку кто как не исследователь может рассказать об этом. Экспонаты, связанные с ним, тоже представлены на выставке. И экскурсоводы обязательно рассказывают, что есть связь между Турцией и Россией, в том числе вот и такая интересная связь. Ну вот выставка, кстати, до какого будет работать? Выставка работает до 31 мая, мы приглашаем ее посетить. Работают все четыре эпизода. Во время фестиваля у нас работали экскурсоводы и во время больших концертов. Представляли выставку, причем представляли каждую выставку. То есть работали по четыре экскурсовода каждый раз. И в общем довольно большая аудитория, интерес к выставке достаточно большой. По нашим оценкам сумела посетить выставку более 10 тысяч человек. А экскурсии мы проводим внутренний, все равно подсчет, более 70 экскурсий прошло. Я думаю, что это пользуется популярностью. Да, достойно. Уже говорили, что те, кто приезжал к нам, и посол, и министр, они связывались не только с вами, но и общались с руководством области, выезжали на предприятия. Как повлияла эта выставка на будущее, на развитие Ульяновской области? Ну, конечно, думаю, что, повторю, наверное, банальность, но культура все-таки действительно язык мира. И именно на базе вот этой площадки прошли действительно очень серьезные переговоры. На открытии выставки, специально планируя свое время, приехал первое лицо кубинского посольства, чрезвычайно полномочный посол, вот у господина Херарда Пиньявер-Кашталь. И его программа была двудневной, очень насыщенной визитами не только культурные учреждения он посещал, он посещал именно площадки производственные. Насколько я могу говорить, были достигнуты договоренности по Авиастару, то есть там есть заказы на покраску кубинских воздушных судов. И они уже в ближайшее время, насколько я понимаю, прилетят и будут на техническое обслуживание и на окраску самолеты кубинские. Есть переговоры уже, я так думаю, по агропромышленному комплексу, они встречались тоже и по этому вопросу в том числе. То есть это уже стало такой площадкой для международных переговоров. У нас также продолжится сотрудничество с посольством Кубы, поскольку мы с госпожой Мартой Гарсией, которая является «Атташа по культуре», готовим новый проект, заявку на проект в Россотрудничество. Это перевод нашей книги, которая называется «Ленин. Вопросы и ответы». Книга достаточно известная, она была подготовлена научными сотрудниками нашего музея. И она сейчас издана на русском и на английском языке. На следующий год мы готовим китайское издание на китайском языке этой книги. А господин посол проявил очень большой интерес к этой книге. Поскольку он свободно владеет русским, начал читать, сказал, что это очень интересно. И он хотел бы сделать эту книгу на испанском языке и представить ее в будущем году на книжной выставке на Кубе. Интересно. Да, то есть они также сказали, что они постараются передать одну из картин, которые сейчас экспонируются в фонду Ленинского мемориала. А какую? Какую пока не сказали. Пока мы экспонируем все, дальше будем вести переговоры. Это, конечно, мечта — получить свою картину кубинского художника. Это очень интересно. Господин Генри Вильям Шорт, полномочный министр ЮАР, также провел здесь достаточно плодотворные, на мой взгляд, переговоры. Им были достигнуты договоренности о установлении побратимских отношений между одним из районов Южноафриканской республики и Ульяновской областью. У них есть такая практика, когда они устанавливают именно межрегиональное сотрудничество. То есть она не только международная, но и межрегиональная. За нашей областью будет закреплено определенный район Южноафриканской республики, то есть будет взаимодействовать. Какой это будет район, пока неизвестно, поскольку господин Генри Вильям Шорт сказал, что это должен быть район со схожими приоритетами, прежде всего экономическими приоритетами. То есть это с сильным производственным достаточно потенциалом и сразу такой агропромышленным потенциалом. Он познакомился со всеми нашими производствами, то есть с теми акцентами, которые делает наше руководство именно в производствах. И похожий близкий район, как раз они будут вести переговоры в последующем, чтобы заключить вот такое соглашение. А Ленинскому мемориалу он сделал предложение представить выставку Аннельсона и Мандели на следующем саммите БРИКС. Ну это, конечно, очень смелое такое предложение. Мы очень польщены, но предстоит большая очень работа, если действительно мы достигнем, найдем какие-то точки соприкосновения, то есть действительно сможем свой проект представить на такой большой площадке, это было бы прекрасно. Но предложение такое он нам сделал. Ну, конечно, не в том виде, наверное, в каком есть сейчас она будет. То есть там она будет, конечно, немного другой, но пока мы ведем переговоры. Тем не менее, это очень интересно, поскольку сотрудничество не заканчивается только на вот одной выставке. Да, да, это... Да, то есть как это было у нас, например, в прошлом году было с Мао Цзэдуном. У нас тоже сотрудничество не закончилось одной выставкой. После представленного проекта «Люди, изменившие мир» 23 октября открылась большая выставка уже мемориала Мао Цзэдуна, который назывался «У нас в Китае родился Мао Цзэдун». Выставка неоднозначной, с нашей точки зрения, очень интересная, поскольку они обошли какие-то острые очень периоды в китайской истории. Там, например, большой скачок, культурная революция. Не представлены были на этих стендах, но они показали личность Мао Цзэдуна немного с другой стороны. То есть, но что дает это всегда российскому зрителю? Они показали своего лидера своими глазами. Говорили не мы, научные сотрудники Ленинского мемориала, а сотрудники мемориала Мао Цзэдуна. И мы видели мир в Китае, их понимание жизненного мира именно имеем в виду. То есть, представление об их лидере, об их истории, их уважении к своей истории мы видели именно их глазами. С моей точки зрения, это было самое интересное на этой выставке. Это было около 117 документальных стендов. И что интересно, 14 марта, как раз во время фестиваля и во время людей, изменивших мир, символы эпохи, мы закрывали эту выставку. Очень редко бывает такое событие, как фениссаж выставки. А это было событие, которое назвалось фениссаж выставки. В Китае родился Мао Цзэдун. И сюда уже приехало больше родственников. Если обычно приезжал господин Цао Ишань, начатый племянник, который является таким послом этой китайской культуры, то приехала и его сестра, и близкие родственники, которые являются биографами этой семьи. То есть, это была тоже очень интересная встреча, которая прошла именно на фестивале и на выставке «Люди, изменившие мир». А продолжит ли свою работу, развитие свою выставка символы эпохи «Люди, изменившие мир»? Ну, я думаю, она продолжит свою работу прежде всего как выставка передвижная, поскольку все эти выставки, они становятся отдельными выставками передвижными. И мы их предоставляем для экспонирования другим музеям. То есть, делаем такие предложения, что мы можем их представить и в другом музее, не только вот в том же виде, но и по отдельности. То есть, представить одного Карла Маркса, Хоши Мина, Мао Цзэдуна. То есть, они продолжат жить именно вот в таком виде передвижных выставок. А сам проект, конечно, будет иметь продолжение, но опять, я хотела сказать, что он не может быть точно таким же. Мы должны найти какой-то новый аспект, новый край на будущий год. Мы все знаем, что будущий год — это год 150-летия Владимира Ильича Ленина. И нам предстоят, в общем, серьезные события, большие, торжественные, юбилейные. И, конечно, выставка, которая будет представлена на следующий год, в это время она будет посвящена именно Владимиру Ильичу Ульянову. Но я думаю, что эту тему «Люди, изменившие мир» мы обязательно продолжим, но продолжим ее немного иначе. Я думаю, пока есть такая задумка продолжить эту выставку «Как люди, изменившие мир», а Владимира Ильича Ульянова и Ленина от первого лица. То есть, как он повлиял на мир, как его идеи изменили что-то в конкретных государствах. То есть, это будет раздел выставки о Ленине, достаточно большой, объемный, сделанный опять-таки в содружестве с международными партнерами, с привлечением музейных предметов, но посвященный центральным героям в выставке «Люди, изменившие мир» все-таки станет Владимир Ильич Ульянов Ленин, он станет таким объединяющим героем. Но пока мы видим это так. То есть, я надеюсь, что удастся реализовать такой проект. А откроется снова в рамках Международного музыкального фестиваля, да? Так планируете в это же время? Планируется, да, открыть его в рамках Международного музыкального фестиваля к дню рождения, конечно, Ульянова Ленина. Пройдет и большой концерт праздничный, именно посвященный этому событию, и выставка. Спасибо большое, Анна Борисовна. Спасибо, что пришли, подробно поговорили об этой выставке. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин